Я очень часто помогал маме готовить, и потом я нашел эту студию и записался сюда. История Миши Зданевича, ученика школы Сахарени, схожа с историями его коллег по цеху, в прямом смысле этого слова. Ребята успешно осваивают кулинарное и кондитерское искусство, очень творческое и вкусное направление. Любовь к этому интересному хобби у каждого из них проявлялась по-своему. Однако сегодня школа объединила их в большой творческий коллектив, которому есть чем гордиться. Буквально недавно ребята вместе с педагогом Анастасией Колупанович вернулись из Хорватии, где брестская команда выступала на международном конкурсе. Труд юных кулинаров покорил членов жюри. Как итог, третье командное место. И пусть позади непростая подготовка, зато заветного результата все же удалось достичь. И психовали, и нервничали, и плакали, то есть очень много эмоций испытали дети, но они раскрылись. И в конце концов выступили очень достойно, вообще блестяще, я просто довольна детьми. Тема очередного урока – белорусская кухня. Именно она стала основой меню, представленного командой в рамках конкурса. По-настоящему удивили юные мастера международных судей домашней колбасой. Это блюдо принесло в копилку одну из наград, а также пополнило профессиональный багаж. Интересно посмотреть, как готовят. Даже со стороны смотришь, интересно, что это за продукт, что он делает, зачем он режет, что с ним будет дальше. И если ты это знаешь, что будет дальше, тебе это интереснее, как он будет это сам делать и что получится в итоге. Международный фестиваль предполагает большое количество номинаций. В одной из них еще одна ученица школы сахарений Анна Варицкая завоевала золото. Девочка давно занимается сахарной флористикой, вдохновившись работами наставника Анастасии Колупанович. Самое классное чувство, когда ты делаешь цветок и не видела его вживую, а только на картинке. А потом, когда видишь этот цветок, я просто в таких чувствах, что просто... Да, награда это красиво, престижно, почетно, но после победы всегда встает еще один вопрос. А что дальше? На который Анастасия и ее большая детская команда уверенно отвечают. Новые победы, новые результаты и новые кулинарные эксперименты. Теперь я поняла, что открылось какое-то новое дыхание. Трое, третье, десятое, не знаю. И много планов появилось. И я теперь понимаю, что я не могу это оставить. Мне хочется двигаться вперед, когда вижу эти счастливые лица, когда я вижу победу ребят и как они вообще реагируют. И реакции разные. Ну, ради этого стоит этим всем заниматься.